всем привет кроме своей основной работы мне часто приходится заниматься ремонтом разной техники и вот сейчас меня попросили отремонтировать машину для чистки картофеля жалоба была на то что свистит ремень и этим визгом делает всем нервы но я догадывался что одним ремнем дело не обойдется первым делом заглянул в подшипники ну они так немножко подустали конечно ведешь и нуждача их бы могла реанимировать но заодно и суперклей для того чтобы восстановить сальник а если серьезно для того чтобы разобрать весь этот ужас причем если подшипники на двигателе скрипели но кое-как вращались то подшипники на шпинделе закисли намертво причем нижний подшипник провернулся в корпусе разбил посадку а верхний развалился повыпадали шарики в общем до этого дела я сделал специальные съемники но поскольку меня сейчас доступ к сортовым сталям и термообработки не ограничен то я решил взять массой чем сами лапы съемника у меня сделаны из пластины шестерки я игрел изгибал ну и потом придавал форму здесь у меня 10 шпиль класс прочности 10 и 9 вот эти рисбовые втул и с фланцем я точил в принципе их можно было сварить из шайбы здесь я уже обошелся без токарных работ пришлось наступить на горло внутреннему эстету нужно было делать все быстро то есть вот таким образом лапы зажимаются выставляется необходимая глубина болт я покупал в авто товарах этом 12 шаг 125 причем к нему я также купил гайку я хотел обваривать сюда но потом подобрал подходящий метчик и сделал длинную такую втулку с фланцем хотя вполне можно было обойтись двумя такими гайками собрал это все на болту и прихватил сварой значит вот эти детали тоже пластина шестерка 20 миллиметров на болту я не делал конус так как в шпинделе отверстие большого диаметра поэтому я туда просто подкладывал как сказать бобышку кусок металла а вот это второй съемник я недавно ремонтировал свою аккумуляторную болгару декстер в общем инструмент вполне нормальный но есть некоторые конструктивные нюансы почему меня заклинил задний подшипник на якоре чтобы его снять пришлось сделать вот такой съемник здесь все гораздо проще труба здесь варена из пластины восьмер и шайба здесь из пластины шестерки по моему но здесь уже без токарных и фрезерных работ не обошлось пришлось сделать вот такой длинный кончик болта для того чтобы подшипник выдавить также болт автомобильный 12 шаг 1 25 почему я не купил готовый съемник все очень просто как правило у готовых съемников толщина лап в этом месте гораздо больше кроме того на этот съемник когда я снимал шкив из двигателя а шкив на этом двигателе составной втул и железная сами ручьи сделаны из полиамида из капролона поэтому взять за края шкива нельзя было бы просто развалился поэтому я сверлил во втул и отверстие и потом вот так вот при помощи двух болтов шайбами через эти отверстия я прикручивал траверсу и снимал шкив свала вот поэтому вот такая конструкция ну касаемо прочности усилия были довольно серьезные особенно на двигателя где шлил проржавел но тем не менее все выдержало немножко разогнулись лапы так если присматривается можно увидеть что здесь нет перпендикуляра в общем он работу выдержал вот такая вот самодеятельность кому интересно есть вопросы задавайте пишите комментарии ну ставьте лайки делитесь моим видео все как обычно а на этом на сегодня все всем пока